Проблема с квалифицированными специалистами связана, неотъемлемо просто, связана с нашей системой образования. Это во-первых. Во-вторых, конечно, с тем, что долгое время как раз наши квалифицированные специалисты, такие как ученые, производственники, промышленники, преподаватели, были просто невостребованы на рынке труда, либо получали копейки. В то время как топ-менеджеры и вот эти вот профессии, которые пришли к нам из-за рубежа, они вообще внедрялись в сознание наших людей. Поэтому я считаю, что должно больше появляться профессионально-технических вузов и узкой специальности в вузах. То есть если, к примеру, говорить, я закончила театральный вуз, то у нас нет разницы между актером театра или актером кино, хотя это два разных направления, скажем так. Поэтому так же это и в медицине, и в экономике. Поэтому вот обязательно должна узкая специальность, обязательно человек должен обучаться той профессии, а не просто выходить из вуза, получать какие-то общие знания и при этом не уметь, скажем так, работать прямо на месте, прямо сейчас, быть невостребованным или опять чему-то обучаться, или чтобы их производство уже обучало. То есть я знаю уже многих людей, которые берут, молодых, умных, мыслящих правильно, молодых людей, которые сами их уже начинают за свои деньги даже обучать. Это происходит, к примеру, в нашем киношном бизнесе, например, сценаристов. Их просто сейчас нету, поэтому многие продюсеры вкладывают свои деньги, отправляют куда-то учиться, приезжают, они потом работают на эту компанию. Поэтому вот самое важное – это система образования, чтобы мы получали квалифицированные кадры. Продолжение следует...